Ну что, сегодня снимаем ответы на вопросы, и сейчас я иду к ребятам в акустический магазин, все, со мной две камеры. Сегодня я буду бегать между нашим акустическим магазином и электромагазином, задавать вопросы, которые вы написали. В общем, снимем такое видео. Надеюсь, там не очень много людей. А вот и Андрей, наш мастер. Мы его и подловили. Собственно, тебе первый вопрос, Андрей. Ну давайте. Кажется, Данилы Синицына. Может ли новичок играть на струнах 1253? Может. Почему нет? Это все? Какой канал? Встроенная гитара, в общем, все прекрасно будет. Самый лучший по звуку бюджетный массив, который вы посоветуете до 20 тысяч. Поэтому давайте. Самый лучший бюджетный массив, мы сейчас с вами его найдем. Это гитара Лак. Лак Трамонтана. Называется она Лак номер 70. Здоровская гитара. Она громкая, она яркая, она комфортная. У нее очень удобный гриф. Она очень здорово все склеена. Она приятная в руках. Гриф очень напоминает, знаете, что гитары фюрерс. Вот прям тактильно. Очень все похоже. Классная колковая механика. И, не знаю, понравилась очень гитара. Стоит всего лишь 20 тысяч. Но опять же. Опять же рекомендацию нашему подписчику. Обязательно посмотри. Да, нужно будет добавить денежку. Но нужно посмотреть Sigma DM-S. Годами проверенный вариант. Простите, если и камеры там немного... Не фокус, я просто снимаю сразу с двух рук. Да, соответственно, не очень удобно. Sigma DM-S. Она выглядит очень просто. Но я не знаю, сколько уже владельцев, сколько уже поколений прошло через эту гитару. Вот, уже объем. То есть, если Тагет сейчас, я еще раз играю на томе. Можешь? Не знаю, сколько-то передает камера, но объема у этой гитары сильно меньше. Поэтому, если у вас есть двадцатка, либо какой вариант? Либо копим, либо рассрочка у нас тоже есть. Добро пожаловать. Поэтому Sigma поуютнее, покомфортнее и будет выигрывать. Но опять же, это на сегодняшний день это 80 тысяч раз. Третий вопрос, и тоже от Данила Синицы, он тут сразу срезеровал. Гитара перед заказом, побывавшая в руках вашего мастера, будет звучать абсолютно без всяких дребезжаний и других неприятных звуков? Да. Хотелось бы увидеть для наглядности заводскую гитару и после доработки вашего мастера. У нас есть какая-нибудь недоведенная и доведенная? Причем можно увидеть, да, недоведенная. Мы даже еще пленочку не снимали с резонаторного отверстия. А и струнки, соответственно, здесь все желтые родные. Где-то уже помененные на наши струны. Здесь уже стоят хорошие Дадарио. Плюс... Да, сейчас, прости. Обычно я буду расшифровывать. Обычно струны стоят заводские, отвратительные. Мы сразу их в топку ставим туда предвечные Дадарио. Допустим, если нам померить высоту струн, если мы будем смотреть сейчас высоту, прежде всего посмотрим высоту, да? Я это сейчас за камерой не вижу. Вот у нас сейчас высота здесь 2,25 мм. То есть это получается у нас на полмиллиметра выше, чем мы отстраиваем. На 2,75 мм. То есть что получается? На такой высоте играть абсолютно неудобно. Плюс высота... Какая это была? На полмиллиметра выше, чем мы делаем. Плюс высота по верхнему порожку. То есть здесь пропилы сделаны просто стандартные, заводские, довольно высокие. Мы их углубляем. Соответственно, в этих позициях играть гораздо удобнее. Ну и уже потом, соответственно, подпиливаем вот этот порожек, тоже опускаем. Но для того, чтобы все это сделать, нужно прежде всего шлепануть воды. Потому что с завода они, хотя и шлифованные, естественно, идут, но пока гитара до нас добирается, и у нее начинаются поводочки всякие. Она деревянная, она нас не спрашивает, куда их гулять. Вот, лады металлические, начинают вылазить. Один выше, другой ниже. Один выше, другой ниже. Поэтому если мы тупо просто подпилим порожки здесь и здесь, у нас все звенит. Так, теперь я бегу в электромагазин. Следующий вопрос был про Лес Полы. Вот Леша, Леша наш мастер. Ты же Лес Полчик? А то. А то. Леша у нас играет только на Лес Полах принципиально. Поэтому вопрос тебе, чем отличается Лес Пол Стандарт от Лес Пола Классик? На самом деле, мне кажется, стандарт Лес Пола, он более классический, чем Лес Пол Классик, потому что Классик напичкаем кучей отсечек, вообще там на всех четырех ручек противофазы и всякие там отсечки. На самом деле, стандарт это прям классика-классика, а классик он все-таки чуть попроще и более навороченный по электронике, мне так кажется. Он, наверное, более модерновый тогда. Да, но почему классик они его назвали, это трудно сказать. А по грифу? По грифу стандарт 50s толстый гриф максимально, стандарт 60s это уже ближе к Slim Taper. Нормально все. Все, идем дальше. Сейчас зайду в офис и там отвечу на некоторые вопросы, которые не требуют нахождения в магазине. Ну, она здесь, рядом. Все, я побежал. Так, ну что, давайте позвоним Артему, он сегодня выходной. Тем, тем, привет. Здорово. Был хороший вопрос, кажется, он был ВКонтакте. Он звучал так. Стоит ли ставить крутые звукосниматели на дешевую гитару? Ну, смотрите. Конечно, польза будет. Вы узнаете для себя что-то новое. Вы поймете своей головой, как влияют звукосниматели на дерево. И, в частности, вы поймете, что влияют они меньше, чем хотелось бы, к сожалению. Потому что даже самые крутые дачи они сделают из какой-то простой, недорогой гитары, ну, американскую. Ну, вот просто без шансов. Это, знаете, это примерно то же самое, как когда на ВАЗ ставят крутые диски. Смотрится здорово, прикольно, но это по-прежнему у вас. Вот тут похожая история. Да, справедливо. И еще один вопрос. Я уже поймал у Лешу. Спрошу и у тебя, потому что я знаю, что ты тоже опытный Les Paul-щик. Может быть, ты и дополнишь его ответ. Чем отличается Les Paul Standard от Les Paul Classic? Стандарт, название говорит само за себя. То есть это та ленинга, которая появилась в 52-м году, и которая с тех пор олицетворяет вообще Les Paul, как он есть. И это максимально исторически правильная гитара. То есть там все сделано так же, как делали 50 лет назад, как делали 60 лет назад. То есть вот прям даль традиции полные. Вот. А уже модель Classic — это такой немножко пуляться на тему. В Classic стоят четыре отсечки, которые отсекают датчики, которые переворачивают фазы, которые включают альтернативные контуры в тембр-блоке. И, в общем, это все прикольно и наворочено, но не жизненно необходимо. И, в общем, и целом Classic — это, в принципе, модель более низкого класса. В частности, потому что там еще идет, ну, несмотря на то, что там навороченная электроника, сам класс древесины, который идет на изготовление Classic, он ниже, чем у стандарта. То есть это, в общем, гитара немножко помладше. А стандарт — это прям стандарт. Ну, все. Я побегу дальше к Косте. Там такой вопрос, в общем, ребят. И я как раз очень удачно, что вы оба. Вопрос заключается, какая у вас гитара самая добрая и самая злая. И так хорошо совпало, что Леша у нас как раз очень злой металист, а Костя как раз у нас очень добрый басист. Поэтому я сейчас покажу вам самую злую гитару. Нет, ты показывай самую добрую, а Леша покажет самую злую. Так. Выглядит очень зло. Ну да, это американский DIN ML моделька называется. На подобной модели играл всем известный Даймбек Даррелл из группы «Пантера». Ребята, это самый добрый инструмент, который я вообще имел в руках. JL S500, ребята. Это такой стран. Это волшебный стран. Тут просто пять позиций. В этой позиции работает этот датчик. Но есть одна правильная штука, которая радует в этом добром инструменте. Когда мы играем на бридже, вот включаем вот эту вот штучку, и к этому добавляется нэк и два звука, два волшебных звука. А когда вот этой ручечкой переключаемся сюда, то к этим двум добавляется этот датчик. Это просто волшебность. Ну все. Обед, не знаю. Леша, там еще вопрос. Будут ли когда-нибудь еще подписные Джонни Петручч и Мюзик Мэн? Когда-нибудь обязательно будут. Будут. Не все сразу. Но будут. Но будут. А вдруг? А вдруг да. Это были все вопросы к электрогитарам, насколько смог прочитать. Поэтому, если вдруг остались еще какие-то вопросы, вы можете написать уже в комментариях под этим видео, вконтакте, на ютюбе, где угодно. И мы устроим уже вторую версию, где еще поотвечаем. Основной вопрос там все-таки по акустикам, потому что на электрогитаре там недавно как раз был стрим. Поэтому сейчас мы снова продолжим донимать акустический магазин. Вопрос у нас про тюнеры. Чем отличается тюнер в телефоне от тюнера прищепки? Что лучше, какие выбрать? Смотрите, ребят, мы пользуемся, вы часто видите у нас на видео, когда приходите в магазин красивые тюнеры Polytune. TC Electronics. Они очень информативные, здоровские, классные. И мы очень надеемся, что они скоро приедут. Это самый дорогой тюнер прищепка, который есть, наверное, сейчас на российском рынке. Он очень точный, очень информативный, яркий. У меня уже батареечка садится, потому что мы настраиваем где-то, ну, около 100 гитар-пин. Ценник 4200. То есть это уже немножко так, ну, пугает, и его сложно достать, потому что, ну, не всегда он есть. По поводу телефона, телефон достаточно точный, то есть в принципе можно это делать, но это крайне неудобно, потому что, ну, вот я сел на стул, его нужно куда-то на ногу положить, соответственно, это первый момент неудобства, вы можете уронить телефон. Второй момент, телефон слышит все посторонние звуки. Если у вас работает в комнате телевизор, там, я не знаю, друзья разговаривают, он будет все улавливать и добавит вам очень много дискомфорта. Вот есть, например, это, например, то есть тюнеры, начиная от 1000 рублей, они вполне себе выполняют вашу задачу, если там просто парочку раз в день настроить гитару, больше не нужно. Вот мы сейчас взяли Fly, который у нас сегодня был на витрине, здесь есть гитарный режим прям сразу, то есть вам что нужно самое главное, чтобы тюнер был достаточно яркий. Сейчас мы его насыпем и постараемся вам показать, как он работает, и этого будет более чем достаточно. Он стоит на сегодняшний день там 1000 рублей, видите, достаточно яркий. Покажи, как он работает, вот я кручу страну. Там просто микрофон в другую сторону направлен. Это я как часто фокусируюся. Есть. Вот, все настроено. Поэтому итог, TC Electronics очень круто, сложно найти и дороговато все-таки, потому что на данный момент это 4200. Телефон это неудобно, и лучше поберегите ваш телефон. Телефоны, как правило, дорогие, ну то есть это около 100 тысяч рублей. Их не нужно так вот ломать таким нелепым образом. А тюнер, который в районе 1000 рублей, пожалуйста, берите. Любой, который видите от 1000 рублей, он в целом, ну по практике, он сносный и вполне выполняет свою функцию. Я вернулся в офис, уселся за компьютер и проложил. Насколько сильно записанный трек будет отличаться по звучанию после мастеринга сведения по сравнению с необработанными дорожками? Ну, очень сильно. Ну да, очень сильно, конечно, сводить надо. И второй, это насколько сильно разница в миксе между настоящим басом и плагинами. Здесь все-таки зависит от жанра. Если ты пишешь какой-нибудь треп, то там предпочтительно, чтобы бас был плагином каким-нибудь 808. А если ты пишешь фанк, то, конечно же, разница будет очень сильная, потому что невозможно передать этот грув через плагины. Поэтому все зависит от жанра. Дальше вопрос от Вадима. Читал, что вы доводите гитару под стиль игры покупателя, если его пока нет. Если его пока нет, мы просто делаем универсальную отстройку, которая подходит всем под все. Там можно и боем почесать, и можно поиграть в фингерстайл. Будет удобно. Это такой вот универсальный. На 12-ом ладу, на 6-ой стурне это будет 2,2 мм, а на 1-ой стурне это будет примерно 1,5-1,7. Что нужно для доводки гитары мастером? Доплата, просьба или что-то еще? Ничего для этого не нужно. У нас невозможно купить гитару, которая не доведена мастером. Вот такое у нас правило. На прилавок, нет, на витрину, на стойке у нас встают только те гитары, которые уже доведены мастером. Невозможно, невозможно купить, если они доведены. Когда появится в продаже корта AD810? Пока что у нас нет информации по кортам вообще, поэтому, к сожалению, не могу. Так, и теперь инстаграмные вопросы. Сейчас попробуем дозвониться Юре. Юр, привет! Ты что? Ты чего голый? Юр, а ты чего? И продолжаем. Поговорите про ценообразование. Почему цены достаточно высокие? Ну, цены у нас в большинстве своем, как у всех. И во многом это зависит еще и от дистрибьютора, потому что все-таки он назначает цены. И по большинству брендов у нас такие же цены, как и в остальных магазинах. На некоторые гитары у нас, конечно, есть небольшая наценка. И связано это с мастерской, и с пожизненной гарантией, и с бесплатным сервисом. Из-за того, что некоторые инструменты довольно тяжело доводить. Они изначально очень бывают, ну, некоторые бренды, не буду называть имен, они довольно кривые. И нашим мастерам приходится возиться с ними по три часа. И, конечно же, мы добавляем там полторы тысячи, например, сверху, просто чтобы заплатить мастеру и не работать в минус. Потому что есть бренды, которые мы сами бы, конечно, не хотели у себя держать в магазине, но просто их просят и спрашивают, почему у вас нет. Вот они есть, просто дороже, чем остальных. Да, потому что их доводить по три часа. Так, и у нас последний вопрос из всех комментариев. Это мечтание о новой гитаре, которой нет на складе магазина. Да, такое бывает. Мы просто, из-за того, что мы любим снимать обзоры на гитары, мы не возим их по одной, чтобы не добавлять их в каталог, не заводить позицию, писать описание, чтобы один раз ее продать, и все. Иногда такое случается, но в основном нет. Поэтому мы четыре года отбирали бренды, которые нам очень нравятся, которые очень качественные, которые редко возвращаются потом в мастерскую с какими-то проблемами. Так что, да, в основном мы, конечно, не возим гитары под заказ, только то, что у нас есть в каталоге. И там еще был вопрос про TUMU и Baton Rouge. Гитары TUMU, но это такой классический недорогой бренд с очень тонкими деками, и нам их настолько часто переносят в ремонт, что мы гитары. Был опыт у нас в Питере, мы пробовали их продавать, но очень быстро поняли, что это слишком нестабильно и ненадежно. И про Baton Rouge. Baton Rouge неплохие гитары, их очень любят для фингерстайла. Они очень яркие, звонкие, но опять же, там такая же проблема, как у TUMU, деки очень тонкие. Из-за этого, конечно, есть вот этот вот вау-эффект, они так хорошо звенят, но тоже они не очень стабильные. И просто, если честно, они нам не очень понравились, потому что как-то, ну, сегмент, тот, который на тот момент, когда мы укомплектовывали магазин, он был уже занят, потому что был Крафтер, Сигма и Baton Rouge, это по сути был то же самое, что Крафтер и Сигма, только чуть хуже и чуть стабильнее в нашем климате. Ну, в общем, как-то мы отдали предпочтение в сторону Сигмы на тот момент и Крафтера. А что будет дальше? Тут, не знаю, посмотрим. Спасибо, что посмотрели. В комментарии на YouTube пишите еще вопросы, и мы снимем еще одну часть. Почему бы и нет? Будут так же бегать. Все, пока. Друзья, соответственно, к нам приехали гитары, которыми мы гордимся, гитары Mariaci. Это у нас третья поставка этих гитар. Мы эти гитары заказали в Калуге на фабрике, на фабрике Newton. И, соответственно, вот уже третья партия. Первые две разлетелись моментально, мы не успели ни обзоры снять на них, не достойно их вам показать. Вот, сейчас мы заказали уже немножко побольше, к Новому году еще 40 гитар ожидаем. Вот, сейчас, собственно, вот они приехали. Это полностью, полностью массивная гитара. В деньги, которые... Вы не купите такую гитару за такие деньги. Покажем эту гитару, потому что... 50 тысяч, всего лишь 50 тысяч, полностью насильный инструмент. А про бас-гитары есть какие-нибудь вопросы у людей? Про бас-гитары... Жаль... Жаль. Уйду я от вас. Нет. Никто про басы не спрашивает ничего. Ребят, пожалуйста, спрашивайте про бас-гитары. Костя басист, и он... Видите, как он расстраивается, когда нет ни одного вопроса про бас-гитары? Вообще, у нас самые лучшие басы, на самом деле. У нас начинает Джейлек, Такаев, Майонезов. В общем, столько басов хороших. А я сейчас покажу. Костя не разрешает их трогать мне, но вам разрешит. Может быть, он не услышит сейчас. Такое ощущение у меня, наблюдение, что басистов вообще мало. Да? Да. Вот почему-то все гитаристы, 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 а некоторые даже гитаристы, которые были басистами. Почему они... Почему басистов мало? Столько инструментов классных. Они прям фортепиально поют, и тебрально, и вообще по любому настроению, причем по любому стилю. Такой выбор басов. Ты понимаешь, басистов мало. Да? Ты как-то басист. Ты-то басист. Я знаю, какой у тебя инструмент. У тебя, кстати, хороший бас. Ты у нас забирал. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Я надеюсь, все-таки музыкальные школы, какие-то образовательные музыкальные, наберут классы, мастера, преподаватели хорошие, будут больше басистов. Ну, бас-гитара – это самый фундамент в ансамбле, в оркестре. Да. Если вместо соль басист сыграет до, все, оркестр пропал. Почему об этом не думают? Это самый главный инструмент. Три функции в одном. Играть в гармонию, обыгрывать эту гармонию красиво на басу. И еще все это в совокупности играть с барабанщиком. Ты знаешь, три функции в одном. А что гитаристы? Взял отбор там, давай там, поливай. Все, лучше убегать. Это надолго. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха.